Партия власти вновь хочет взять под контроль Государственную Думу. Единая Россия провела съезд. Владимир Путин лично представил пятерку лидеров в будущий парламент. Их называют паровозами президента России. Но депутатами они работать не будут. И почему выборы опять без Алексея Навального и его сторонников? Также сегодня вы увидите. Почему провалилась вакцинация? Все было сделано для того, чтобы люди боялись и не хотели прививаться. Британский эсминец в Черном море. Мы квалифицируем это как грубую британскую провокацию. Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 25-й недели 2021 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Кремль дал старт избирательной кампании в Госдуму, но предварительно посадил Алексея Навального, объявил федеральный розыск его сторонников, признал экстремистской организацией фонд борьбы с коррупцией, посадил под домашний арест, бросил за решетку и завел уголовные дела на гражданских активистов и несистемных оппозиционеров, заявивших о своих политических амбициях. Исключение сделано только для партии «Яблоко». Оно сохранило за собой право участвовать в выборах. Думские партии вместе с «Единой Россией» предсказуемо остаются в игре. Подробности в моем репортаже. Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального. Олег Степанов, бывший координатор московского штаба Навального. Дмитрий Барановский, муниципальный депутат. Мария Алёкина, участница панк-группы «Пуссирает». Остаются под домашним арестом. Олег Навальный, брат Алексея Навального. Константин Янкаускас, муниципальный депутат. Любовь Соболь, член партии «Россия будущего» и соратница Алексея Навального. После многих месяцев заключения суд смягчил им меры пресечения, заменив домашние аресты на запрет определенных действий. Все вышеперечисленные оппозиционеры, включая главу Альянса врачей Анастасию Васильеву, являются обвиняемыми по так называемому санитарному делу. Призывали выйти на акцию протеста якобы в нарушение санитарно-эпидемиологических правил. «Россия будет свободны! Россия будет!» Андрей Пивоваров. Политик отправлен за решетку после заявления об участии в выборах в Госдуму. Депутат Юлия Галямина. Получила судимость за то, что организовала митинг против изменения Конституции. Ее лишили мандата и запретили участвовать в любых выборах. За решетку отправлен муниципальный депутат Китибан Хараидзе, которая конфликтовала со строительной мафией. Дело возбудили сразу после ее заявления об участии в выборах в Госдуму. В Хабаровске арестован оппозиционный кандидат в депутаты и соратник Навального Алексей Ворсин. Прямо накануне выборов в розыск объявили экс-директора ФБК, признан в России экстремистской организацией, Ивана Жданова и бывшего главу штаба Навального Леонида Волкова. Уголовное дело возбудили против политика Дмитрия Гудкова, который после двух суток в изоляторе был вынужден уехать из страны. Это не полный список людей, которые попали под большую кремлевскую чистку. Власть устроила эти политические репрессии перед выборами. И, наконец, главный и самый жесткий критик Путина Алексей Навальный. Политик после отравления в Томске и лечения в Германии вернулся в Москву и был немедленно арестован. Такова политическая картина мира в России накануне начала избирательной кампании в Государственную Думу. Свободу Алексею Навальному! Сам президент России, выступив перед парламентариями в Кремле, говорил о честных и прозрачных выборах. Повторю, наша общая задача, в том числе парламентских партий, чтобы выборы приходили чисто и честно, прозрачно и открыто. В строгом соответствии. Мой гость, политик, недавно покинувший Россию из-за угрозы сесть в тюрьму по сомнительным обвинениям, Дмитрий Гудков. Гудков планировал участвовать в выборах в Госдуму, но после того, как он публично заявил об этом, попал за решетку, был неожиданно освобожден и теперь находится в городе Киеве. Дмитрий, здравствуйте. Приветствую. Вы как устроились вообще в Киеве? Не следуют ли за вами телерепортеры так называемых федеральных телеканалов, пытаясь поймать вас в каком-нибудь дорогом ресторане, где вы кушаете устрицу или буаесы? И вот мол, посмотрите, как Гудков на западные гранты здесь хорошо живет. Я, можно, вернусь к представлению. Хочу сказать, что вместе с тетей меня посадили и уехал я не потому, что у меня есть риск оказаться в тюрьме, но и у моих родственников. Поэтому я решил, что если я своей свободой готов рисковать, а вот своими близкими родственниками не готов. Тем более, даже если я бы выиграл выборы, лишить мандата, это дело просто очень простое после того, что они сделали Шереметьеву в Московской городской думе. Так вот, да нет, все нормально, я живу у Ильи Пономарева, никто вроде за мной не бегает, хотя я каждый день здесь какие-то интервью даю, появляюсь в разных телеканалах. Да нет, спокойно, жду свою семью, скоро поедем к родителям в Болгарию. Но вы знаете, как обычно клепают эти анатомия протестов, так называется, рубрика, когда про оппозиционеров снимают разные документальные фильмы. Помните историю с Борисом Немцовым, который отдыхал за границей и понаснимали кучу компрометирующего, как они считают материалом. Честно говоря, мне вообще плевать, ну пусть показывают все, что хотят. Что вы отвечаете тем к вашим критикам, которые негативно отнеслись к вашему отъезду и не остались там, и не боролись, как Навальный? Ну, честно говоря, вообще практически таких нет критиков. Все вас поддержали? Да, в основном все поддержали, потому что все прекрасно понимают, что когда твоя тетя, которая 60 лет сидит с убийцей в одной камере двое суток вообще ни за что, по делу какой-то там арендной платье за занюханный подвал, который она отремонтировала и потом отдала городу, все же понимают, что это такое. Бороться в этих условиях можно разными способами, не находясь в стране, потому что что можно делать в политике? Можно участвовать в выборах, в митингах, заниматься публицистикой, расследованиями, работать в социальных сетях. То есть все, кроме выборов, можно делать из любой точки мира. Просто генералы, которые нас выдавливают из страны, заставили меня уехать, а они же готовятся к прошлым войнам. Тогда можно выдавить из страны любого человека и про него забывать. Нет. У вас остались сторонники в России и что им грозит? Я всех тех, кому что-то грозит, вывез. Здесь сейчас со мной Александр Соловьев, который в зоне риска. Он еще может, во-первых, он свидетелем проходит по делу моей тети, непонятно вообще, при чем здесь он. Плюс сейчас они же еще работают по нежелательным организациям, а Саша Соловьев когда-то до Пивоварова, он был в открытой России. Поэтому я ему сказал, что я тебя очень прошу, приезжай сюда, потому что если ты еще сядешь, ну мне потом будет стыдно за то, что я тебя не отговорил. Потому что для него риски очень высокие. Он сейчас находится здесь, брата я вывез, тетю, к сожалению, вывезти не могу, она под подпиской о невыезде, но таким образом ее просто в заложнице взяли. А все остальное я могу сделать здесь, и я уверен, что я просто теперь буду с большей отдачей работать в социальных сетях, буду делать ютуб-канал. То есть я никуда не пропаду. Они даже пусть и не надеются. Последняя громкая новость, это сняли с выборов, точнее говоря, не допустили политика Илью Яшина за якобы связь с командой Навального, за то, что он принимал какое-то участие в работе его штабов и с фондом борьбы с коррупцией, ну и так далее. На ваш взгляд, для вас это неожиданно? Или это чья-то конкретная месть того же Красовского? Или это общая программа зачистки оппозиции? К сожалению, это для меня не стало неожиданностью. Я понимаю, что Яшиным это не закончится. Совершенно очевидно, что они приняли закон, который позволяет вообще сотни тысяч людей лишить пассивного избирательного права. И любой, кто участвовал в митинге в поддержку Навального или отправлял донаты в фонд борьбы с коррупцией, все, эти люди автоматически лишены пассивного избирательного права. Я участвовал в акции 23 и 31. Я участвовал. На самом деле, очень многие участвовали, кто сейчас еще пока числится такими, ну, находятся в статусе кандидата в кандидаты. Но я думаю, что в течение месяца померят их рейтинги и кого-то еще снимут. Давайте посмотрим эпизод с Ильей Яшиной. Итак, вчера стартовали до выбора в Мосгордуму. Утром я вместе с юристами пришел в избирательную комиссию и подал документы для регистрации кандидатом. Однако председатель комиссии сразу же выдал мне официальный отказ. Мне запретили открыть избирательный счет, а значит, я лишен возможности даже напечатать листы для сбора подписей. Основанием для запрета стала моя поддержка Алексея Навального и его фонда борьбы с коррупцией. Комиссия прямо ссылается на новый закон, который запрещает соратникам Навального участвовать в выборах. А также на решение суда, о котором ФБК признан экстремистской организацией. Посмотрите, как это было. Комиссия вынесла следующее решение об отказе в выдаче разрешения на открытие специального избирательного счета. Основание. Основание. Закон. Забавно, что моя фамилия в решении суда, на которое ссылается комиссия, даже не упоминается. Ни суд, ни избирком даже не потрудились соблюсти формальности и хоть как-то доказать мою связь с ФБК. Ну, типа, это ж Яшин, и так все понятно. Зачем что-то доказывать? В продолжении этой темы. Яшин и политик Владимир Рыжков, они претендовали на одно место в одном из московских округов. Нет ли у вас ощущения, что вот Рыжкову дадут добро или дали добро и вывели из игры Яшина? Это как-то связано с тем, что Кремль выбрал одного и не допускает другого? Честно говоря, ожидаю, что подобное может произойти с Рыжковым. Просто я с ним недавно обсуждал, он мне сказал, что у него есть протокол за якобы организацию митинга в поддержку Навального за 21 число. И в любой момент то же самое может с ним произойти. Он опасается, потому что там есть кандидат от Единой России. Очевидно, что Рыжков в этой ситуации становится фаворитом. Я не исключаю, я ему желаю удачи, но еще месяц впереди и могут снять и Рыжкову, и любого другого. Вы сами вели переговоры с партией Яблоко, лично Григорием Явлинским. Вы давно общаетесь с этой командой и рассматривали вы свою кандидатуру в качестве политика, которая может выдвигаться от этой партии. Ну, разумеется. А почему произошла рассинхронизация? Потому что Кремль дает добро яблоку. Там существует какой-то контракт. Вы знаете параметры этого контракта? Понятия не имею, есть ли этот контракт или нет. Я не исключаю, что его и нет. Но знаю, что на Яблоко активно давили по поводу меня. То есть прям очень жестко. Потому что у нас сначала 1 апреля, даже не я сам, а представитель Яблока заявляет о том, что готовы Дмитрия Гудкова выдвинуть. Потом была пауза месяца два. Ну, не два, сколько там получилось. Ну, да, два месяца. Как раз 1 июня меня арестовали. Вот. И мне сказали, что там вплоть до того, что снимут список партии с выборов. То есть вы с фейс-контролем Яблоки прошли? Ну, мне никто не давал отбоя. Но в какой-то момент, когда я разговаривал с московским отделением, мне сказали, Дим, ну, очень все сложно, ты понимаешь, мы все решим на съезде. Я понял, что начались какие-то сложности у Яблока с выдвижением меня. Вы можете назвать имя человека в администрации президента, который вот лично по вашей кандидатуре или по таким кандидатурам принимает решения? Или это какой-то коллегиальный орган? Я понятия не имею, кто там и как принимает решения, я могу лишь догадываться. Конечно, за это отвечает Кириенко, но мне кажется, что в последнее время уже все решения принимаются на Лубянке. То есть если раньше, вот в 19-м году, я понимал, есть два центра силы. Силовики, ну, условные, да, там силовики, и гражданские. Это администрация президента. Они как-то конкурировали одно время. В последние, как минимум, год-полтора гражданские как будто встроились в эту вертикаль. И всеми командует вот именно ФСБ, Следственный комитет, МВД. То есть у них задача не пустить оппозицию на выборы. Они выполняют и, насколько я знаю, даже не всегда информируют администрацию президента. Есть ли какая-то разница между конкретными сторонниками Алексея Навального и другими оппозиционерами? Или их гребут всех под одну гребенку? Ну, наверное, отношения разные. Да, но задача поставлена четко. Любой, кто не наш, кто чужой, не должен пройти в парламент. Поэтому они замеряют рейтинги. Мне сказали, что администрация президента по моему округу прямо заказывала социологию. И она показала, это не мои данные, это их социология, что у меня там 25% в моем округе. После того, когда они померили рейтинги всех своих единороссов, кого они хотели против меня выдвигать, они поняли, что проигрывают выборы даже при небольших фальсификациях. В итоге они решили пойти через уголовное дело. Причем для меня это было, конечно, неожиданно, что они могут взять женщину, 60-летнюю тетю, родную и сестру моей мамы. Это, конечно, для всех было неожиданным, очень скажу честно. Тем более по делу, по которому вообще не заводятся уголовные дела. Вот как раз важную историю провели расследование, что там среди должников московского правительства огромные компании с долгами по 300 миллионов рублей. И нет никаких уголовных дел, потому что это гражданские правовые отношения. Обычно просто через суд взыскивается это все. Правильно ли я понял, что вы теперь всю семью будете вывозить и тетю тоже? Тетю я не могу вывезти. Тетю взяли в заложницы, и я так понимаю, что мне поступали вот эти все сигналы через отца, через супругу. Если я не уеду до выборов, как минимум, то тогда тетю они реально могут посадить. Будут ли зачистки после выборов в Госдуму? Я думаю, что, ну просто объективно, почему силовики должны прекратить репрессии после выборов? Они добьются там конституционного большинства для Единой России, а дальше они начнут конкурировать за бюджеты, за влияние, поэтому репрессии продолжатся, и дальше они будут искать иностранных агентов уже не только среди оппозиционеров, но и среди сначала системной оппозиции, потом среди представителей власти. Это просто закон развития любой диктатуры. Когда она уже впадает в свою терминальную стадию, в маразм, она уже начинает пожирать саму себя. То есть будет у нас много дел, связанных с какими-нибудь губернаторами, мэрами, депутатами. Ведь так удобно. То есть это следующий этап уже. Это же на счета, да. Оппозиция, она уходит на второй план, и будут те, с кого что-то можно будет взять. Так я понимаю. Я просто историю хорошо изучал, да. Вот товарищ майор, который получит звездочки, станет полковником, подполковником, дальше захочет... Кушать. Поделить. Какие-нибудь чужие бизнесы. У оппозиции нет ничего. Ну, кроме там старого подвала с долгом, да, там миллион рублей. А есть же депутаты. Такие жирненькие, хорошие. Да почему бы не объявить их иностранными агентами и не распилить их бизнес? Депутаты неприкасаемые, вы же знаете. Слушайте, вот скажите это губернатору Пянзинской области или бывшему сенатору Шпигелю, который находится в СИЗО. Лишить мандата можно любого. Потому что у депутата есть бизнес, который, интересно, будет прибрать к рукам другому депутату, или там чиновнику, или генералу, полковнику, кому угодно. Когда в стране нету правил, когда страна живет по таким законам политического джунгля, то дальше они начнут жрать себя. Это, в принципе, происходит уже. Как вы собираетесь заниматься политической деятельностью из-за рубежа? Ну, во-первых, я, конечно, хочу вернуться. Я буду смотреть, как дальше развивается дело уголовное, какие риски, вообще что можно делать. Но я сейчас активно буду работать в социальных сетях. Я буду развивать свой YouTube-канал. Я буду помогать независимым журналистам, политзаключенным. Все это можно делать. На самом деле, какая разница? Вот сидел я во время локдауна у себя в деревне. У меня был интернет, компьютер. И я оттуда вещал, грубо говоря. Я это могу делать из любой точки планеты. Плюс, на мой взгляд, сейчас нужно объединять новую Россию. Это Россия профессионалов с российским происхождением, которая на самом деле впереди планеты всей в разных сферах. Возьмем сферу. Там много ученых, много преподавателей, много айтишников, много бизнесменов, да уже и политиков, которые весьма успешны, экспертов там много. А в разных странах, в разных областях. И это те люди, которым не безразлична судьба страны. Поэтому сейчас нужно уже думать, как спасать страну после Путина. Вернемся к выборам, предстоящим, которые пройдут осенью. Паровозы Путина. Министр Шойгу, министр Сергей Лавров, врач Денис Проценко, бунсменана Кузнецова и портобратчик Елена Шмелева. Они приведут к успеху Единую Россию. На кого должен клюнуть народ? И на что? Да, ну, во-первых, товарищ Патрушев проведет Единую Россию к успеху. Потому что у нас... Это глава Совета Безопасности России. Ну, конечно. Это главнокомандующий нашими силовиками, которые, собственно, эти репрессии и организуют. Поэтому у нас, по большому счету, у Единой России не будет никакой внятной оппозиции на выборах. А кто там будет? Лавров. Это вообще не имеет никакого значения. Мне немножко обидно за Проценко. Ну, потому что все-таки человек хороший. Я знаю, он там и спасал Володю Крамурзу. Вот. Недавно он говорил о том, что у него нет таких планов. Ну, видимо... Это главврач Коммунарки. Да, да. Вот. Жаль, что, конечно, они заставили его пойти... Ну, так он прибавит голоса или нет? Я думаю, дело уже не в голосах. Я думаю, что нарисуют любые проценты, какие нужны. А зачем эта игра с паровозами тогда? Ну, показать как. Чтобы была легитимность результаты, которые они нарисуют. Посмотрите, у нас какие люди. Вот за них голосовали. Какие сюрпризы вы ждете еще от властей? С репрессиями все понятно. Оппозиция зачищена. Что еще они могут сделать для того, чтобы двигать дальше фигуры на политической доске? Я от них, честно говоря, не жду ничего хорошего. То есть, это может быть эскалация какая-то военная. Неизвестно, чем закончится кампания, связанная с борьбой с коронавирусом, пандемией и так далее. Если еще в Москве все-таки там и с вакциной все нормально, да, и более-менее система здравоохранения не справляется, то в регионах-то вообще катастрофа. И, объективно, люди будут умирать. Многие не будут вакцинироваться. Понятно почему. Потому что не доверяют власти. Ну вот тогда вопрос такой. Продолжение этой темы. Я считаю, что на самом деле третья волна пандемии, она будет иметь эффект примерно наравне с пенсионной реформой. То есть, она приведет к росту протестных настроений. Наверное, она не станет вот тем самым керосином, который вот взорвет этот котел. Крышка не отлетит в этот раз. Но я думаю, это приведет к каким-то необратимым процессам в общественном сознании пандемии. Потому что она что-то вот открывает в людях понимание, насколько российским властям плевать на общество. Насколько, в каком у нас состоянии находится здравоохранение, когда сейчас действительно людям нужна поддержка, людям нужна помощь. Там вот кроме каких-то крупных городов, да и то там Москва-Питер, и в Питере уже проблемы даже, да, в Москве только более-менее. А вся страна увидела, что пока мы тратим деньги на Сирию, поддерживаем этого безумного Лукашенко, а нету коек, нету больничных мест, нету лекарств, нету ничего. И вот это, мне кажется, изменит настроение в обществе. Можно ли сказать, что сегодня, здесь и сейчас оппозиция в России разбита и разгромлена? Ну, скажем так, оппозиция разгромлена организационно, потому что объединить нельзя, ничего, создать структуру нельзя. Но все равно оппозиция, она остается хоть таким моральным камертоном, что ли. Все равно оппозиция достаточно влиятельна уже в социальных сетях, да, нас слышат в любом случае, неважно там, где ты находишься. К нам прислушиваются, и все равно в случае, когда возникнет окно возможности, развернуться мы сможем очень быстро. Как это, например, было в 17-м году на муниципальных выборах. Мы же с нуля построили вот этот политический убер, избрали 267 депутатов, у нас были десятки тысяч волонтеров, которые там были в Москве. То есть проблема в том, что сейчас это все внезаконно. Ну, это не значит, что нет этих людей, это не значит, что нет этих навыков, да, это не значит, что нет связей горизонтальных, это не значит, что мы не соберем в случае чего ресурсы, там, медийные, организационные для какой-то компании. Вот, просто, к сожалению, по новым законам, ну, по сути, заниматься серьезной публичной политикой с выстраиванием структур стало невозможно. Это стало теперь нарушением закона. Спасибо вам большое за общение. Моим гостем был политик Дмитрий Гудков, покинувший Россию несколько недель назад. Временно. Европа бьет Лукашенко новыми санкциями. Аномальная жара в России пусирает опять за решеткой. QR-коды вернулись в Москву. Наша лента новостей. Меня зовут Мумен Шакиров. Встретимся через несколько минут. Евросоюз, Британия, США и Канада одновременно ввели новые санкции против Беларуси. Эти меры стали ответом на принудительную посадку в Минске самолета Ryanair и задержание экс-главреда телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича. Европейские санкции затрагивают ключевые секторы белорусской экономики. В частности, экспорт калийных удобрений, нефти и нефтехимических продуктов, а также табачную промышленность и финансовый сектор. Как отметил министр иностранных дел Германии Хайко Масс, цель санкций – финансово истощить режим Александра Лукашенко. Министерство финансов США внесло в свой санкционный список еще 16 белорусских чиновников и силовиков, а также 5 учреждений. Среди них, например, КГБ Беларуси и Минский изолятор на улице Окрестина. В Беларуси введение новых санкций назвали враждебным шагом. Между тем, в пятницу 25 июня стало известно, что Романа Протасевича и его девушку, гражданку России Софью Сапегу, перевели из СИЗО под домашний арест. Об этом BBC рассказали родители молодых людей. Соратники Алексея Навального опубликовали материалы дела о признании ФБК экстремистской организации. Фонд признан в России также иностранным агентом. В деле 23 тома и более 5000 листов. Их значительную часть составляют скриншоты и описание интернет-страниц. В ФБК считают, что все это наглядно доказывает. У страны обвинения не было в суде хоть каких-то доказательств. И поэтому ФБК признали экстремистской организации, дали цитата «Просто так. Вместо доказательств и документов там пшик». Команда 29 также выложила текст решения Мосгорсуда по делу ФБК. Из него, в частности, стало известно, что по мнению судьи, отдельные люди, связанные с ФБК и штабами Навального, в своей деятельности использовали нацистскую атрибутику и символику. Однако, как подчеркивает адвокат команды 29 Валерия Ветошкина, связь этих людей с фондом и штабами никак не установлена. Кроме того, юристы опасаются, что на основе решения суда по делу ФБК могут запретить и все остальные проекты Навального. «Умное голосование», «Росвыборы», «Профсоюз Навального», «Свободу Навальному», «Росяма» и «РосжКХ». В России установилась аномальная жара. Столбики термометра бьют рекорды. Такая погода распространилась от Архангельска до Калмыкии. Плюс 38 зафиксировали в Якутии. В среду, 23 июня, абсолютно температурный рекорд для всего июня зарегистрировали в Москве. В столице, по данным гидрометцентра, воздух прогрелся до 34,8 градуса. До этого рекордной для июня в Москве считалась температура 34,7. Ее зафиксировали более 100 лет назад, еще в 1901 году. Ученые отмечают, что в Москве и Московской области температура выше нормы на 7-10 градусов. В гидрометцентре прогнозируют, что уже с воскресенья пустынная жара в столице сменится более прохладной погодой. Четыре участника «Пуссирайт» получили по 15 суток административного ареста. Еще одна участница группы уже отбывает его. Всем им вменили или неповиновение полиции, или мелкое хулиганство. Среди арестованных Мария Алехина, Люси Штейн, Анна Кузьминых и Александр Софеев. Также суды дали по 15 суток Ольге Шалиной и Дмитрию Воронцову, друзьям Алехина и Софеева, задержанным вместе с ними. Еще на прошлой неделе на 15 суток арестовали участницу «Пуссирайт» Веронику Никульшину. Ее суд тоже признал виновной в неповиновении полиции. В рапорте о задержании говорилось, что Никульшина якобы собиралась сорвать мероприятие чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге. В Москве и Московской области с понедельника 28 июня кафе, рестораны, бары можно будет посещать только после предъявления QR-кода. Его получат те, кто переболел коронавирусом, привился в зарегистрированный в России вакциной или сдал ПЦР-тест, действительный 72 часа. Рестораны и кафе будут обязаны проверять эти коды. При этом переболевшие ковидом без симптомов и не попавшие в официальный регистр QR-коды не получат, сообщили в оперативном штабе столицы. Первоначально предполагалось, что безковидными в Москве также станут и летние веранды, однако эту меру отложили до 12 июля. А вот детей и подростков с понедельника будут пускать в кафе и рестораны без QR-кодов, но только в сопровождении взрослых. С 1 июля на курортах Краснодарского края начнут целить гостей только при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о прививке, а с 1 августа только при наличии сертификата о вакцинации. Между тем, уже в 12 регионах России на фоне роста заболеваемости власти ввели обязательную вакцинацию. Бурятия, первый из субъектов федерации, объявляется в воскресенье двухнедельный локдаун. Ковид-19 опять бьет рекорды в России. Резкий рост заболеваемости инфекции в Москве и других регионах страны, избыточная смертность вне контроля властей, народ не горит желанием принудительно вакцинироваться. Позицию антипривишников озвучил на церемонии вручения телевизионной премии «Тэффи. Летопись Победы» актер театра и кино Егор Бероев, нацепив на себя желтую шестиконечную звезду Давида. Я хочу вам сказать, что я не вакцинировался от коронавируса. И некоторые мои заболевания вакцинировались, даже друзья вакцинировались. Это никогда не было причиной для наших сорок и спор. Ну, взрослые люди уважают друг друга, знаете, мое тело, мое тело. Но сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком. Гражданин ты или будешь находиться в резервации? Можно ли тебя будет посещать учреждения и мероприятия? Будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами? У меня возникает вопрос. Как мы, потомки и победители, могли это допустить? Я прошу вас, уважаемые присутствующие здесь, друзья, коллеги, не допустите разделения нас с вами, не допустите вражды между нами, не допустите сегрегации общества на пумных и глупых, людей с синдромом Давида и без, белых и черных, евреев и неевреев, скандальное выступление Бероева задело многих, от представителей еврейских организаций, обвинивших артистов в глумлении над жертвами Холокоста, до оппозиционеров, усмотревших выступление Бероева не обозначение проблемы, а игру в протест и саморекламу. Власти вводят радикальные меры, обязывают отстранять сотрудников, которые отказываются прививаться от коронавируса при отсутствии медицинских противопоказаний, мой собеседник, научный обозреватель, ведущий телеграм-канала и подкаста «Голый землекоп» Илья Калмановский. Илья, здравствуйте. Почему провалилась программа вакцинации в России? Ну, тут было бы удивительно, если бы она не провалилась. Мне кажется, все было сделано для того, чтобы люди боялись и не хотели прививаться. Люди не доверяют власти, люди не доверяют всему, что исходит от власти. Отдельно люди не доверяют вакцинам, и это отдельная тема вот такого мракобесия и страха. С другой стороны, на центральных каналах с самого начала принижалась опасность ковида в первые месяцы. Просто говорили, что это раздутая истерия. И мы знаем, что Россия понесла очень большие жертвы, может быть, самые большие в мире. Мы похоронили очень много людей и почему-то про это не слышали, хотя видны цифры избыточной смертности, гибели медиков и кризисы в больницах. Все это прошло мимо федеральных каналов, а все-таки люди их смотрят. Была недооценена очень сильно в глазах людей, недооценена опасность ковида. И, с другой стороны, люди боятся вакцин, как я уже сказал. И тут государство тоже внесло свою лепту, потому что в рамках вот этой политической войны и вакцин была очень раздута информация о побочных эффектах от западных вакцин, от AstraZeneca, от Pfizer. Есть случаи, 1 на 100 тысяч что-нибудь случается, но пропагандистские СМИ это подхватывают, очень раздувают эту опасность. Но люди делают из этого не тот вывод, что надо доверять спутнику. Люди делают из этого вывод, что вакцины опасны. Это большая ошибка. Вакцины – это самый безопасный класс лекарств, которые мы используем. У нас уже очень много десятилетий такого опыта. И у нас нет никаких сведений о долгосрочных каких-то побочных эффектах от вакцин. Но люди боятся. Илья, не глупые и образованные люди часто выступают против вакцинации. Мол, вакцина не изучена, последствия непредсказуемы. Хочу родить нормального ребенка. Есть и такие аргументы. У меня аллергия. Мой организм отобьет любую заразу и так далее. Что вы скажете нигилистам? Ну, тут два разных вопроса. Я против принудительной вакцинации. Это большая ошибка. Мне кажется, что это значительно ухудшит наши шансы на то, чтобы привить много людей. И чем больше протест, тем это выгоднее вирусу. Вирусу вообще очень выгодна ситуация, когда мы оказываемся разделены по разные стороны баррикад. Вирус этим обязательно воспользуется. Хотя объективно понятно, что интересы людей, которые привелись, находятся в прямом конфликте с интересами людей, которые не привелись. И государство вообще существует для того, чтобы как-то эти конфликты разрешать. Но пока оно, по-моему, эту миссию проваливает. Нам очень невыгодно, чтобы вирус продолжал гулять по популяции, потому что он будет дальше эволюционировать. И в итоге может начать обходить и ту защиту, которая есть у привитых людей. А она пока что остается довольно высокой. Все перечисленные страхи и страшилки относятся к разряду городских мифов. Моя работа состоит в том, чтобы говорить с экспертами. Я научный обозреватель и в течение всего года говорю с экспертами по всему миру. Есть в науке вопросы, по которым нету консенсуса. Ну, например, какое количество антител достаточно, чтобы защитить человека. Нужно ли мерить антитела? Есть ученые, которые считают, что не нужно мерить антитела, даже если они низкие. Скорее всего, если вы привиты, скорее всего, у вас сохраняется защита. Другие говорят, нет, и мы будем искать вот это значение и выяснять, когда перепрививать людей. Есть вопросы, по которым нет консенсуса. Есть вопросы, по которым в мире нормальной доказательной науки консенсус есть. Вакцина чрезвычайно безопасная. Долгосрочных последствий применения вакцин за много-много десятилетий не было обнаружено. Вакцина существует для того, чтобы защитить нас от инфекции. Инфекция существует для того, чтобы убить нас. И она убивает нас прямо сейчас. Некоторые говорят, что будут ждать западную вакцину. А надо ли? На этот вопрос эксперты всегда отвечают одним и тем же образом. Самая лучшая вакцина – это та, которой вы можете привиться сейчас как можно скорее. Если у вас появится… И в случае с Россией ответ на этот вопрос, к сожалению, один. У нас есть одна вакцина, эффективность которой доказана уже одним международным исследованием, аргентинским и российскими исследованиями. И просто очень большим опытом уже очень много людей привили. Видно, что она эффективна и безопасна. Это вакцина «Спутник». И она по уже существующим сообщениям дает довольно серьезную защиту и против нового штамма. Эпивак, судя по всему, полностью провалил исследование и провалил свою претензию за то, чтобы быть вакциной по общему консенсусу всех, с кем я разговаривал. Кови-вак просто сейчас кончился, и он будет только в конце июля. И по нему пока очень мало данных. Исследования, по сути, находятся в начале. Вакцины с похожим принципом действия в других странах показали гораздо более низкую эффективность. Таким словом, в России ответ один. Надо привиться спутником. Если появится возможность добавить к этому какие-то другие западные вакцины, это только улучшит и разнообразит репертуар иммунной защиты, которые у вас есть. Разные вакцины немножко по-разному инструктируют иммунитет. И ученые рекомендуют коллекционировать и комбинировать новые и новые вакцины. Особенно учитывая, что штаммы меняются. А новых принципиально, новых бустеров против новых штаммов у нас пока что нет. Чем разнообразнее будет наш репертуар защиты, тем меньше шансов, что штамм уйдет от защиты. Конкретно в нашем случае, если я заражусь индийским штаммом, лучше пусть у меня будет больше разных типов антител. В итоге кто-то из них все-таки его нейтрализует. Запад, в первую очередь США, пережили жесткие локдауны. Теперь они постепенно снимают ограничения. В России ограничения сняли довольно быстро. Как все замечательно в Москве, все открыто, жизнь бьет ключом. Лучше всех справились с ковидом, хвастался Владимир Путин. Экономика выжила и так далее. Чей подход эффективнее, на ваш взгляд? Ну, российский локдаун, кстати, здорово довольно работал. Он был ранним, он был очень быстрым, быстрее, чем, например, в Америке. И в этом смысле он был эффективнее, он был жестким. И он работал, он действительно очень смягчил первые удары. Это бесценно, потому что это дало возможность медицинской системе развернуть хоть какие-то инструменты. Для ответа и не перегрузило и не опрокинуло медицинскую систему сразу же. Больше локдаунов с тех пор не было. Исследования показывают, что локдаун – это самый эффективный способ прервать цепочки распространения, потому что самое скверное – это когда выстраиваются длинные цепочки распространения. В этих цепочках обязательно встретится суперспредер, и он даст свою тысячу зараженных. В другой цепочке встретится свой суперспредер, он даст свою тысячу. Очень важно прервать цепочки. И локдаун на сегодня – это самая эффективная мера. Илья, можно ли говорить, мы теперь живем в эпоху нового вируса, и надо будет прививаться каждый год? Мы не знаем, этого никто сейчас не скажет. Никто сейчас не скажет вперед. Есть две картины будущего. Либо мы сейчас увидим, что вот на этих самых заразных штаммах вирус в итоге исчерпал свой максимум приспособительных возможностей. Он заразит всех, кого может заразить. Кто-то привьется, кто-то умрет. Но в итоге на этом все и кончится. Либо он выйдет на новые и новые витки. Причем, чем меньше будет людей, которых он сможет заражать, тем сильнее будет давление естественного отбора на вирус. Ему будет оставаться либо вымереть, либо сильно измениться. И эволюционные вирусологи очень всерьез предупреждают, что если нам не повезет, если мы не успеем быстро ликвидировать эти вспышки, быстро привиться и другими способами их ликвидировать, если мы дадим вирусу возможность эволюционировать, если мы дадим ему возможность вот так играть, то он спокойно может выйти на следующие уровни и тогда полностью уходить от иммунного ответа, от иммунного ответа, который могут дать люди после болезни или после вакцины. И тогда действительно придется прививаться заново. Это очень вероятная картина. По мнению экспертов, это очень вероятный путь. При этом вирус совершенно не обязан становиться менее смертельным или менее заразным. Это могут быть такие же или еще худшие варианты вот этого коронавируса. Илья, я привился в феврале этого года. Прошло почти шесть месяцев. Когда надо будет прививаться во второй раз? Никто не ответит точно. И если спросить основных экспертов, которые сейчас сосредоточены на том, что происходит, они скажут, что их не очень беспокоит ваш кейс. Они не очень озабочены вашим будущим. Потому что они уверены, что люди вроде вас дадут очень маленький вклад в статистику госпитализации или, не дай бог, смертей. Вроде нас с вами. Я тоже один раз привился и был один раз инфицирован. Кстати, у меня было легкое бессимптомное течение, но с положительным ПЦР. Они не очень беспокоятся людьми вроде нас с вами, потому что их больше всего беспокоят люди, у которых вообще нет иммунитета. И они сосредоточены на том, чтобы сейчас быстро распределить вакцину среди них. Скорее всего, люди, которые уже были привиты или которые были инфицированы, у них очень снижен шанс попасть в больницу. По первым данным сейчас вот этих недель и на спутнике, это устное сообщение людей, которые этим занимаются, примерно в 10 раз снижены шансы попасть в больницу человеку, который привит спутником. Илья, спасибо вам большое за беседу. Разобраться с проблемой вакцинации в России мне помог популяризатор науки, научный журналист Илья Калмановский. В среду 23 июня британский эсминец Defender вошел в Крымские воды. Россия посчитала это грубой провокацией и нарушением своих границ. Великобритания, для которой Крым территория Украины заявила, что корабль проводил ничего не нарушающий проход по украинским территориальным водам в соответствии с международным правом. Тему продолжит Алена Вершинин. Это кадры инцидента с британским эсминцем Defender, который распространил ФСБ. Видео сняли с корабля пограничной службы. На нем российские пограничники предупреждают британские эсминец о входе в российские территориальные воды и требуют изменить курс, угрожая в противном случае открыть артиллерийский огонь. Выполнить предупредительную стрельбу как понял прием подтвердить по курсу Defender по курсу Defender После этого, как заявили российские военные, британский эсминец покинул российские территориальные воды. А до этого BBC показала репортаж своего корреспондента с борта эсминца. На съемке видны российские корабли береговой охраны и самолеты, которые встретили и сопроводили эсминец, а также слышна предупредительная стрельба. В репортаже звучит фрагмент приговоров британцев с российскими моряками, которые предупреждают, что откроют огонь, если эсминец не сменит курс. Эсминец Defender находился в Черном море с 14 июня. 18-го он зашел в порт Одессы. Как заявил позже премьер-министр Британии Борис Джонсон, для Лондона корабль следовал через международные воды в соответствии с законом. Я считаю, что использовать международные воды было вполне уместно. Важным моментом является то, что мы не признаем российскую аннексию Крыма. Это украинские воды. И было совершенно правильно использовать их, чтобы добраться из пункта А в пункт Б. Но в российском МИДе с такой оценкой не согласились. Британского посла Дебору Бронет вызвали на Смоленскую площадь и заявили протест, далее цитата, по поводу нарушения границы России и провокационных и опасных действий корабля ВМС с Великобританией. Мы квалифицируем это как грубую британскую провокацию, которая идет в разрез международным правом и российским законодательством. В пятницу уже газета Телеграф со ссылкой на свои источники сообщила, что решение о проходе британского эсминсу берегов Крыма принял личный премьер Борис Джонсон. Издание отмечает, что сама идея захода в Крымские воды принадлежала министру обороны Британии Бену Олесу. Но она не понравилась министру иностранных дел Доминик Урабу. Тот считал, что Россия может воспользоваться ситуацией в своих интересах. В итоге окончательное решение принял Джонсон как глава правительства. Как отмечает Телеграф, развернувшаяся на Даунинг-стрит полемика доказывает, что в Лондоне понимали риски, с которыми был связан заход корабля в Крымские воды. Между тем, на этой неделе канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Бундестаге, заявила, что Европа должна совместно реагировать на российские провокации. Однако она подчеркнула, что Евросоюзу нужно искать контакты с Россией. На мой взгляд, мы, как Европейский союз, также должны стремиться к прямому контакту с Россией и российским президентом. Президенту США Джо Байдену недостаточно поговорить с президентом России. Я приветствую его шаг. Но и ЕС также должен создавать формы для диалога. Другого способа разрешить конфликты не будет. В ходе двухдневного саммита лидеров ЕС Меркель даже предложила прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Эту инициативу поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Однако в итоге от нее отказались. Десять стран ЕС раскритиковали либо саму идею подобной встречи, либо то, что она была выдвинута в последний момент перед саммитом в Брюсселе. Среди тех, кто выступил против, был и президент Литвы Гитана Сноуседа. Россия – это очень важная тема, и я думаю, что мы должны иметь дело с Россией. Однако мы должны очень осторожно относиться к реальным намерениям путинского режима. До сих пор мы не видели никаких радикальных изменений в поведении России. В этом смысле мы должны уважать наши собственные принципы, которые мы установили в отношениях с Россией. Если мы начнем взаимодействовать с Москвой без положительных изменений в поведении России, то это станет очень плохим сигналом, например, для стран восточного партнерства. Знаете, все происходящее очень напоминает, если бы мы пытались убедить медведя не соваться к меду. Меркель отметила, что Евросоюз пока будет искать другие форматы взаимодействия с Россией. Тем не менее, лидеры ЕС согласились сотрудничать с Москвой в вопросах, которые представляют общий интерес. Среди них здравоохранение, изменение климата, экология, а также Сирия, Ливия и иранская ядерная сделка. Мой собеседник, профессор международных отношений в Кардивском университете Сергей Радченко. Сергей, здравствуйте. Скажите, кто больше набрал политических баллов от этих так называемых морских сражений в Черном море? Премьер Борис Джонсон или президент Владимир Путин? Ну, вы знаете, мне кажется, это ничья была. Я не думаю, что эти сражения надо смотреть с точки зрения кто победил по очкам. Ситуация не самая лучшая, по-моему, для обеих стран, потому что все это чревато серьезным конфликтом. Если бы российский крейсер провел морские учения с вооруженными силами Кубы в Карибском море, к примеру, в нейтральных водах, это вылилось бы в какое-то противостояние с США или американцы махнули рукой, чем бы дитя не тешилось? Как вы думаете? Ну, это такой интересный вопрос вы задаете. Вы знаете, если смотреть исторически, да, вот вспомните Карибский кризис 62-го года, тогда Советский Союз пытался завести на Кубу ядерные боеголовки, ядерное оружие, и американцы объявили карантин, то есть, по сути, блокаду острова Кубы, хотя это противоречило международному праву. Ну, и Советский Союз тогда принял решение убрать свое оружие оттуда. Поэтому трудно сказать, чем бы, во что могло бы это вылиться. Что продемонстрировала Россия, открыв предупредительный огонь по британскому крейсеру? А, ну, здесь ситуация очень интересная. То есть, с одной стороны, Британия хотела показать, что вот этот маршрут вдоль Крыма, это открытый для Великобритании международный маршрут, так как не Великобритания, не вообще западное сообщество не признают российскую оккупацию Крыма, то с их точки зрения Россия не имеет никакого права вообще препятствовать проходу кораблей военных или не военных через эти территориальные воды. Вот в чем, собственно, ну, что и требовалось доказать со стороны англичан, да? А России, наоборот, хочется доказать то, что нет, это российские территориальные воды, и что Россия будет контролировать и что она даст необходимый отпор там агрессору или кому-то, кому бы то ни было. Здесь такой юридический вопрос, вопрос чьи воды, так сказать. В этом нет согласия и как бы здесь этот юридический вопрос может привести и к военной конфронтации. В этом-то и беда, и в этом и опасность. Ну, слава богу, военной конфронтации не было, но продолжим тему взаимоотношений России и Европы. Вот после этой истории последовало приглашение канцлера Германии Меркель Путина к сотрудничеству в рамках ЕС-Россия. Это признак того, что Европа устала от конфликта с Москвой или это личная инициатива госпожи Меркель, которая преследует какие-то свои цели? инициатива Макрона и Меркель о встрече стран ЕС с Россией стала как бы логическим продолжением саммита Байдена и Путина в Женеве. В принципе, этого можно было ожидать. Но что меня удивило в этой истории, это то, что Меркель и Макрон, по-моему, не посоветовались, делая такое предложение, не посоветовались другими странами Евросоюза и, конечно, получили отпор, потому что, например, восточные страны Евросоюза абсолютно не в восторге от такой встречи с Владимиром Путиным. И даже, например, руководство Нидерландов тоже отказалось встречаться, учитывая инцидент с самолетом, который был сбит несколько лет назад. Поэтому непонятно, зачем вообще это было сделано, но это показало то, что в Евросоюзе пока нет единой политики, что они не могут определиться, какую же политику проводить в отношении России. По-моему, от этого только потерял Евросоюз. Что хочет сегодня Путин от европейских политиков? Ну, в принципе, вы знаете, российская политика в отношении Европы на протяжении многих лет с некоторыми перерывами состояла в том, чтобы, с одной стороны, оттолкнуть Америку от Европы, с другой стороны, как бы, развить достаточно близкие отношения с ведущими европейскими странами, такими, например, как Франция и Германия. Мне кажется, эта политика остается в силе и сейчас. У России есть экономические интересы в Европе. Конечно, Россия страдает от санкций после, так сказать, посткрымских. Вот. И страдает от такой изоляции на европейской сцене, да, и вообще в мире. Поэтому Путин, как мне кажется, хочет пробиться из этой изоляции и надеется, что он сможет использовать противоречия между европейскими странами и между ЕС и США для того, чтобы достичь своих целей. Что хотят от Путина европейские политики? Крым он добровольно не отдаст. Это все понимают. Донбасс это предмет торга, но какова цена? Никто точно не знает. Да, трудно сказать, чего хотят. Опять же, видите, в Европейском Союзе сколько политиков, столько и политических направлений, потому что каждая страна как бы с одной стороны должна координировать свою политику в отношении России с другими странами, с другой стороны часто и просто проводит свою политику. То есть, если смотреть на балтийские страны, у них там свой подход к России, у Польши свой, у Германии и Франции, у Великобритании, которая, конечно, уже не часть Евросоюза, опять же, свой, и у них, наоборот, в это время была конфронтация с Россией в Черном море. Поэтому у каждого тут свои интересы. Есть понятно, что экономические интересы, конечно, главные для многих, в том числе, мы знаем, что в Германии очень заботятся о газопроводе и очень были рады тому, что американский президент не стал давить немцев в этом отношении с помощью санкций. Так что здесь много политиков и много направлений. Сергей, скажите, вот Европа забыла о сбитом над Донбассом Боинге? Кажется, что об этом вспоминают только Нидерланды. Да, да, ну вы знаете, с одной стороны может быть как-то это отошло на задний план, а с другой стороны и здесь мне кажется и в России надо понимать это, что все-таки и Боинг, и вот то, что произошло в Крыму, все это никуда не уйдет. Это остается таким багажом отношений между Россией и Европой и может быть даже несмотря на то, что кто-то там говорит о новой разрядке или engagement или что-то там такое в этом духе, все равно вот эти проблемы остаются и, например, Крымская проблема, как мы только что видели, никуда не исчезла, она будет оставаться, признание Крыма частью российской территории ну практически невероятно со стороны стран Евросоюза, вот, поэтому я думаю, что никто ничего не забыл, все это остается и главное, что, знаете, я думаю, что в России тоже многие это понимают, я думаю, что многие люди, которые принадлежат так называемому establishment прекрасно понимают, что Россия находится в таком тупике с точки зрения внутренней и внешней политики, как-то из этого тупика надо выходить, они уже не знают, куда идти, покажите дверь, да, как отсюда выйти, вот, но возле двери бревном лежит Путин и какие-то силовики, может, ФСБшники или военные, и вот улучшение отношений пока не наблюдается. Сергей, спасибо вам за ваши комментарии, моим собеседником был эксперт-международник Сергей Радченко. Мы завершаем итоговую программу «Грани времени». Смотрите нас на сайте Радио Свобода на телеканале «Настоящее время». С вами был Мумин Шакиров, встретимся через неделю всего вам доброго, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова